всем привет сумасшедший дальнобой каденция какая нафиг каденция бочка приехал на загрузку здесь же с утра у меня была выгрузка но там было темно ничего не снимал поэтому сейчас покажу вот такой вот заводик ну точнее эта стоянка вот здесь вот регистрация там куча этих самых как они называются куча окошек где можно зарегистрироваться здесь я утром выгрузился загонял 10 километров на мойку и приехал опять сюда здесь у меня будет час загрузка на загрузка на францию через всю францию через париж туда в сторону моря получается правее в сторону моря вот сейчас наверное попробую повесить камеру на стативчик поснимать сам завод нельзя конечно кругом стоят запреты но но мы из беларуси нам можно так я не знаю записывать записывает я не вижу записывает она или нет поэтому буду болтать как будто бы записывать так лучше нет пока не буду пристегиваться можно даже чтобы удобнее было лазить даже можно и куртку снять потому что сейчас надо будет что-то я растолстел по сравнению как я эту куртку получал так это мне не надо это мне надавали это копия это мне не надо далее вот таких вот кучу бумажек не знаю что за продукт будет бумажка верхняя со штрих-кодом вот она является моим пропуском в мир чудес этого завода вот такая вот со штрих-кодом мне надо будет ей здесь вот тихо куда ты поехал этой бумажкой здесь все решать сейчас на этом написано что 30 километров в час максимальная скорость движения быстрее ездить нельзя но я скажу 30 это тоже надо фига кстати вот нарисовал мне заправочная станция номер 4 офис до 25 а выгружался я и голубая линия по голубому надо ехать по голубой линии а выгружался тоже на голубой линии только на восьмой станции станция вообще все автоматическая я только в офис пришел мне сказали вот те карта вот здесь краник вот тебе код все подключишь наберешь код откроешь она польется так красный я уже понял здесь надо вот близко подъехать загорать и зеленый в прошлый раз хотел на те они горели красным пришлось ждать пока здесь человек уедет потому что думал что они все на красном горят а здесь надо просто ближе подъехать так вот этот штрих-код открываем окошко хоть и не жарко на улице и дождь идет но надо ой 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 чуть зеркалом не снес так подъезжаем штрих-кодом посканировали пожалуйста подождите ваше транспортное средство взвешивается но мне уже неудобно достать оттуда камеру что показать как это выглядит давайте можно это снимем а там если получится перри перекинем блин пока ты тут включишь он мне скажет ехать вперед ай чек на взвешивание надо взять забыл опа дали нам чек сколько мы весим 14 тонн 760 килограмм или 14 тысяч 760 килограмм окей посмотрим сколько будем весить после загрузки надо на тот чек посмотреть который был когда я выгрузился когда выезжал я получаю съездил 12 километров или там сколько 16 метров до мойки помылся и ну соответственно там перепроложил немножко дорожку потому что на какой-то мост заехал мне камера сняла не знаю нельзя там ездить грузовиком вот мы назад соответственно там 18 или 17 километров проехал вот посмотреть сильно не отличается вес за эти там 30 километров которые я проехал плюс помылся насколько отличается вес так теперь это выезд на автобан мы возвращаемся обратно на стоянку только стоянка у нас остается слева а это перепроложить потому что я уже забил маршрут выгрузки папа папа франция договорил забил маршрут выгрузки она уже меня хочет вести на выгрузку а я еще не загрузился даже вот тоже немцы настолько у них все вот прям правильно все все прям в срок все прям точненько приехал в 12 часов пошел в офис дал эту бумажку ну регистрацию он не выписывает ее обратно пишет 14 30 приходи ну блин ну сто процентов же там все было готово и никого там не было и можно было загрузиться и в 12 нет вот так открывается и куда полетели блин черти вот так этим же этим же штрих-кодом открывается ворота на территорию предприятия блин вся морда мокрась закидала дождем заезжаем на территорию предприятия и здесь вот сейчас покажу такие вот эти стоят указатели разноцветные так где мой листочек нужно видеть до 4 4 до 25 вот указатель разных цветов синий коричневый красный зеленый вот и это идет направо все цвета идут направо потом они там понемножку разъезжаются так 30 да у нас можно ехать мы поехали 30 чтобы не спать то сзади тоже машинка идет местным все равно идет вот опять указатель синий коричневый красный зеленый едем дальше светофор для поезда вот опять такая же табличка а вот человек едет также как я ехал сегодня утром вот 10 км в час потому что ищет по указателям но не проблема ладно алик перед ним там еще там три таких же человека есть все едем не спеша ну и окей не спеша так не спеша скидываем чуть-чуть и катимся до расслабоне что случилось карга эксперт это я помогал только что регистрироваться на польские номера голандосовская принцип прицеп голандосовский мы едем-едем-едем далекие края брусчатка капец какая прыгучая у них здесь особенно на пустой машине нагруженный так как-то поприятнее здесь было ехать как-то на то масло какое-то костное масло или что-то типа такого почитал в описании которая им привез вонючая ужас просто нереально вонючая бочку помыли помыли кипятком с паром ее нужно парили вымыли кипятком высушили вся чистенькая сухая и все равно воняет этим маслом просто нереально надеюсь они там не полезут вынюхивать эту бочку потому что иначе могут быть вопросы так вот уже красная у нас пропала на на указателях остался только синий коричневый зеленый значит красный где-то я упустил момент для красный куда-то уехал и вот здесь у нас впереди получается зеленый вот как бочка пошла зеленый уходит налево а коричневый и синий уходит направо и чё ты остановился дружище ты же будешь всем мешать ехать вот я ухожу направо ну хорошо хоть у них на зданиях вот такие большие буквы как я выистоскал это тоже надо было видеть он везде помечен но нарисовано автострада 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 но все равно как-то так стрёмненько искать капец а здесь нету ничего никакого не слагбаума ничего просто фигак ни того ни сего поезд ездит вот это да а вот у меня синенький уже идет вот эта первая станция 2 туда вот получается 2 станция 3 туда коричневый уходит налево коричневый ушел налево нам не надо налево нам надо прямо вот там 3 станция так и здесь так поезда ездят сами по себе надо смотреть по странам вот третья станция хорошо где четвертая в какую сторону а он или 4 а где ее паркин 4 4 3 d25 наливочка блин только не говори что ты тоже туда а до 25 паркин и как тут это д-25 паркинг как на него заехать некий дурдом и куда мне стать так чтобы никому не мешать только не говорите что вы тоже все туда блин и куда тут так стать то сколько дурдом ну ладно будем искать так ладно сейчас сниму микрофон берем все документы и идем уточнять туда ли я приехал и как долго мне этого всего ждать блин я в шоке проехали вот это все да припарковался я в итоге нашел офис сходил в офис ну перепарковался потому что что-то я запутался здесь перепарковался на другое место сходил в офис он мне говорит да все правильно жди вот машинка заправится вот там навес вот здесь получается одна бочка стоит за ней вторая и там навес вот там под навесом стоит машинка вот он говорит сейчас машинка заправится и ты следующий окей хорошо в итоге 2 часа 20 минут прошло а машинка все еще заливается если меня будут заливать тоже 2 часа 20 минут это будет жесть вообще неизвестно во сколько отсюда выкачусь всем привет сумасшедший дальнобой сегодня у нас что вторник вторник еще на один день ближе к дому приехал вот на аэску аэс 24 заправка называется хочешь поработать а фиг тебе какие-то проблемы с карточкой что-то не работает стою жду пока решат и пока стою жду обратил внимание интересно здесь стоянка наверное занимаются бы ушкой такая вот стояночка и вот стоят не совсем молодые немецкие тачки ну не только наверно немецкие но в основном даун бэхи мэрсы мэрсы бэхи два черкана стоит старых вообще красота там чё там тоже мэрсы фордики фордики ну даже реношка дастер есть пятерок бэх много некоторые такие живенькие некоторые вообще вон полуразобранные автобусов два штуки стоит блин интересно было бы посмотреть что это разбор не но это не разборка они все целенькие такие стоят ну и цен на них нету на лобовых интересно было бы посмотреть ценники чё почём жалко не притащишь такую домой и растаможка станет дороже чем новую машину в салоне взять все нормально с карточкой разобрались заправился уже проскочил бельгию выскочил с германии проскочил бельгию живот во францию заехал и в тот раз ехал и сейчас вот опять еду не могу понять вот зачем перекрывать кусок автобана вот здесь съезжаем и вот буквально вот за мостиком вот где машинки едут опять на него возвращаемся поставили кирпич всех сгоняют и вот сейчас надо съехать на националку направо повернуть там проехать в общей сложности получается туда обратно и вернуться на автобан ну где-то может полтора-два километра для чего там полиция какая-то стоит что они кого-то вы выдергивают из этой толпы или что для контроля вообще не малейшего представления в прошлый раз я проскочил нормально в этот раз он целая колея стоит там кольцо на кольце разворачиваешься едешь обратно этот раз колейка целая стоит на то кольцо а я не знаю кто придумывает эти вот шторки от солнца на мерсе вот здесь вот здесь вот дырка была и когда солнце светит как ты не садись как ты эту шторку не крути все равно она будет тебе в глаз сел на мана обалденная до широченная шторка на все окно классно электрическая вверх вниз и тоже вот здесь вот с дыркой и как не садись солнце светит именно в эту дырку блин и ничем не закроешься такой буквы изю надо изворачиваться чтобы солнце в глаз не светило просто ужас слепые что ли их делают эти шторки прикольные такие вот сцепки во франции контейнеровозы возят по два контейнера и у него получается вот полуприцепчик к нему цепляется поворотная ось с седлом и к ней цепляется еще один полуприцепчик то есть у него получается раз два три точки кручения то есть как он их загоняет задом я вообще не представляю но наверно только передом едет потому что если надо он расцепляется и каждый полуприцеп отдельно загоняет то есть один кидает один загоняет потом второй загоняет прикольная штукенция они наверно меняются вот тут еще один такой стоит он расцепился сейчас наверно будут меняться и пофигу даже не опускает седло просто выезжает и все офигеть интересная такая система доброе утро сумасшедший дальнобой новый день новые приключения послушал менеджера но в принципе и сам так хотел приехал чуть пораньше на загрузку в планшете в задании было написано 8 30 но приехал к 7 не всем всем 20 приехал в общем сказали иди в машину жди приехал здесь во франции эссен завод или как это правильно называется ну да завод или просто разливалка здесь много заводов тут огромная промка вся в заводах вот сказали сидишь где мы тебя позовем вот сижу жду отдыхаю забил уже себе в навигатор выгрузку выгрузка в голландии 520 километров мне до нее написано на завтра наверно так и получится потому что уже сколько 20 минут 9 а движение пока никаких нет то есть пока там взвешиваюсь загружусь опять взвешиваюсь пока документы хорошо если после 10 отсюда выключусь или даже после 11 заодно посмотрю что творится на границах у меня сегодня получается с франции через бельгию транзит на голландию а по новым правилам же надо отмечать все страны на границе тахографе ну посмотрим пацаны он говорят кругом колейки бешеные все типа ну тормозятся отмечают вот тоже съезжу посмотрю на пока жду 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 надо вот эту кепочку поменять на касочку перед тем за как заезжать а так уже полностью подготовился костюмчик жилеточка этот ремень страховочный чтоб там не ковыряться с этими ремнями не запутываться в общем как-то так как же ужасно долго французы все оформляют это ужас отстоял наверное часа два пока дождался то есть залили быстро минут 30 даже меньше там 20-20 тонн всего залили но блин потом почти два часа ждал документы это просто ужас уже аж психи взяли и запустили с учетом того что запустили меня туда пораньше то есть загрузка была на 9 8 30 я уже стоял под под краном но сейчас еду по франции уже час отработал хочу наслаждаюсь видом зеленых полей трава 8 градусов но еду туда где будет наверное чуть похолодней амстердам жалко там нету паркинга никакого было бы прикольно там остаться на выходные побродить миллион раз там был проездом ни разу не был ногами привет привет сумасшедший дальнобой проект каденция бочка бочка каденция на выгрузку прискакал это у нас голландия фирма мобил масла сходил уже вот здесь вот зарегистрировался дали пейджер такой вот пейджерочек дали сказали сиди жди как забикает идешь вот туда вот опять в вагончик мы тебе скажем куда ехать время по местному уже 10 утра я еще не выгружен 8 километров отсюда мойка там наверно тоже очередь будет большая потому что здесь огромное просто я не знаю тут город переливщик или как это правильно назвать тут в общем контейнеров бочек просто бочек каких-то идут бочек просто море куда не куда не посмотри везде бочки вот там мойка потом надо вернуться назад в антверпен на загрузку еще успеть сегодня загрузку поставили на пять вечера как-то так пять вечера успеть вернуться на загрузку ну там я уже был я уже примерно знаю куда там ехать где там как чего регистрироваться и так далее то есть там должно быть должно быть быстренько я надеюсь посмотрю какой продукт там есть я там грузил один продукт он очень быстро минут 20 грузит там и документы быстро делают вот ну а выгрузка фиг знает где во франции через всю францию надо проползти вниз до италии то есть на данный момент мне 970 километров то есть это мне ну сегодня в 5 загрузка 6 ну пускай там пару часиков проеду не больше вот ну а завтра целый день надо будет пахануть километров 700 надо будет сделать ну ладно десятка у меня там одна есть может даже с десяткой завтра работну ну завтра будет завтра сегодня ждем сегодня это какой-то капец вот это пятница блин называется три раза уже брали пробу что ты мне нравится типа вода не знаю или она попадает когда он ее берет или она в продукте но в конечном итоге уже 4 бутылки ну таких грамм по 200 набрали ну и наверное ведра 2 уже вылили вылили в урну не знаю и все не то все не так уже блин я не знаю во сколько я сюда приехал наверно в пол пол девятого ближе к девяти сейчас уже час дня уже час дня уже есть мойка и есть загрузка загрузка в антверпене на пять часов вечера уже час я еще даже не подъезжаю к кранику для выгружали чтобы выгружаться даже если подъеду это ну почти час это будет два пока документы то есть на два в три только я приеду на мойку нет на мойку и в два приеду в три блин хорошо бы к пяти вообще успеть в антверпен приехать на загрузку в общем дурдом но стою жду машин было тут вот на стоянке все заставлено вообще никого нету один стою все разъехались я боюсь что сейчас еще через какое-то время придут скажут проблемы вообще выгружать не будем а тут нигде рядом паркинга никакого нету и погода спортилась чтобы назад еще не попереть его во францию этот продукт что типа какой-нибудь бракованный или еще что вообще в идеале конечно сейчас бы сказали вали отсюда и обнашел паркинг и понедельник пускай бы решали этот вопрос забирают не забирают назад везем что-то так неохота выгрузка посмотрел франция вот если загружусь а выгрузка будет во франции туда самый низ район вот где швейцария и встречаются и франция короче в сторону монблана туда почти в горы блин 900 километров так не охота ехать это завтра целый рабочий день ладно стою жду уже пообедать успел уже уже этих ток надоел надоело смотреть уже не знаю чем себя занять как-то так выглядит дурдом пятницы мойку приехал вот здесь вот сушка пацаны сами расставляют эти шланги сушат там все вот тут мойка под открытым небом 4 воротины под открытым небом и 2 под навесом дали какую-то бумажку что-то заполнил сказали все иди тебя позовут встал стою на стоянке позовут не позовут когда позовут неизвестно дождь идет как-то вот знаю блин а тут очередь такая на сушку чувствую тут еще на сушке провисишь неизвестно сколько пока они все это высушат и дурдоме надеюсь кто-то позовет меня машина выехала горяченькая это называется закон подлости в действии пятница фиг знает насколько на позднее время загрузка причем такая загрузка которая так понимаю работает круглосуточно и солнце пытается пролезть никакого дождика ничего пока я был на бочке лил просто ливень вон все мокрое а мне через час это опять одевать он жилетка кофта все блин насквозь мокрое снял потому что чувствую что уже блин промокаю насквозь и самому холодно становится снял это все ну час проеду там опять оденусь но я не знаю высохнет она за час нет скорее всего нет буду грузиться в мокром и дурдом в принципе загрузка у меня через пять минут 90 километров не за нее еще ехать по пробкам ладно поехали поеду как навигатор ведет не буду я уже ничего вымудривать поеду по навигатору пятница продолжается пробочкой еще в голландии 29 автобан 60 километров до загрузки загрузка должна была начаться полчаса назад стрелок в такую пробочку красивую все просто видно видят впереди тучу и не хотят туда быстро ехать поэтому стоим я был значок что авария авария впереди предлагал поехать другим автобаном но другим автобаном не то надо было бы через весь антверпен ехать а я думаю там пробок было бы еще больше даже чем отстоять здесь поэтому поэтому решил ехать сюда блин машине жарища печку поставил на максималку чтобы самому немножко просохнуть от того что под дождь попал и просушить вещи в общем жара невыносимая еду как в духовке но надо что-то продажа сельхозтехники бушный прицепы трактора трактора вообще какие-то миллион лет до нашей эры все обработано пока солнце до конца не села записать концовочку недели которая очень хорошо начиналась как-то так не совсем в принципе нормально но не очень приятно заканчивается вот но об этом уже в следующей серии вот всем кто досмотрел и всем кто смотрел спасибо большое но выходные уже не снимал потому что совсем все было так походешно мыл варил готовил стирал как-то так вот всем пока увидимся когда увидимся до новых встреч пока 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 берегите себя и своих близких и не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал пока пока